Ребята, всем привет! Новый день начался с того, что я решила порадовать всю нашу семью и закупилась подарками мужу, себе, малышке и даже нашей собачке Виве на любимом маркетплейсе Мегамаркет. Это платформа, где можно найти все, да еще и с очень приятными бонусами. Например, в октябре на продукты питания, бытовую химию и зоотовары кэшбэк до 60%. Если вдруг вы тоже, как я, хотите порадовать своих пушистиков, то присмотритесь к кормам для животных. Вот, например, можно взять сухой корм для кошек всего за 3209 рублей. А бонусом Зверспасибо при этом вернется 66. Потратите их на покупки в следующий раз, оплатив до 99% стоимости товара. Ну а с промокодом Мегапитомец у вас будет дополнительная скидка 700 рублей при покупке от 3000 рублей на первый заказ товаров для ваших любимых питомцев. И да, дорогие мои, имейте в виду, что совсем скоро на Мегамаркете будет зеленый день. Это самая масштабная распродажа этого года с классными продуктами по еще более выгодным ценам. Пройдет эта акция с 9 по 12 ноября. В описании я оставила ссылку на эту акцию. Уже сейчас можно перейти и ознакомиться с продуктами. Сохраняйте даты. А прямо сейчас кликайте на ссылку в описании и радуйте себя и своих близких удачными покупками. Ребята, всем привет! Новый день, новый влог. Сегодня Анютке два месяца. И вот такой вот торт мама деказала Анютке. Папа выбирал. Правда, папа теперь не особо им доволен. Говорит, что-то вижу я до этого в рисунке. Ну, не знаю. Я вот вижу, что Анютке два месяца. Слава пришел забирать торт. Наконец-то он сможет его съесть. Торт отработал контент. Мы записали вот такое видео. С этим тортиком. Покажу еще раз. Опа. Ну, просто памятное видео. У нас есть еще с лицом Анютки. Вот сама Анютка. Сейчас время уже тут дофига. Дома небольшой сранч. Я выгляжу вот так. Типа, знаете, на марафете. Но не совсем на марафете. Я вот с таким марафетом, ну, он уже немножко потрепанный, искупала Анютку. Использовала газоотводные трубочки сегодня, можно сказать, в первый раз. Ну, первый раз у нас был, когда были первые страшные колики, жуткие. И с того момента я боялась газоотводных трубочек, потому что, когда мы тогда ей их делали, так скажем, она орала ужасно. Но она орала не из-за них, а из-за колик. С какими трудностями мы столкнулись на момент двух месяцев. Что мы знаем, что мы не знаем, что изменилось, пока я не снимала влог. Так, на сон не смотрите. Конечно, она сегодня спала. Так, кормила я почти, ну, час назад. Поэтому, конечно, нам еще рано. Еще часа два в идеале не кушать. Чтобы молока побольше пришло. И вообще по красоте, чтобы все было. Девчонки, в общем, рассказываю. Я уже четвертый раз записываю этот отрывок видео. Делюсь своими какими-то переживаниями, проблемами. Чуть ли не плачу. Ну, потому что устала просто кошмар. Морально устала больше, физически тоже устала. Вот, ну ничего, все поправим и разберемся. В общем, а потом думаю, да ну нахер, скажу по-нормальному, по-человечески. Когда я это все проговариваю и думаю, типа, блин, просто нужно пару дней отдохнуть. Короче, представляете, какой вывод я только что для себя сделала. Когда проговорила то, из-за чего я устала, то... Ну, короче, когда проговорила что-то, я вдруг поняла, что все мои проблемы, они начинаются почему-то, когда мы приезжаем на дачу. Не поеду туда нахер. Устала? Не могу просто. Это вообще какой-то бред. Типа, в голове не укладывается. Я каждый раз в Москве думаю, поедем на дачу отдохнуть, подышать свежим воздухом. Единственный плюс на даче вот сейчас с маленьким ребенком, за которым нужен уход, и куча моих там тараканов в голове и так далее, и так далее, это только свежий воздух. Да с таким успехом я лучше в парк буду каждый день ездить с ребенком, чем на дачу ездить. Конечно, типа на дачу все равно лучше, чем в парке. Я, короче, заколебалась, просто кошмар. В прошлом влоге, когда мы ехали на дачу, я вам рассказывала, что нам начал помогать Испумизан, и я думаю, что все-таки он как бы помог. В чем была проблема, что она кушала, и в какой-то момент начинала плакать от боли, и практически в самом начале. То есть, когда она глотала, у нее как будто бы в животе, ну, не знаю, колика, не колика, ну, короче, запускался процесс от того, что она сосет и глотает. Запускался процесс, вот этот в животе все, там, шуры-муры. Короче, ей становилось больно, и там, колика, не колика, я не знаю. Завтра мы поедем делать УЗИ головы, которые нужно делать. Еще раз будем делать повторно УЗИ животика, просто чтобы, ну, еще раз сделать. И сегодня кое-как я смогла чуть-чуть собрать какашек, которые завтра отвезем в лабораторию, и я надеюсь, что утром она еще выдаст мне, и я смогу собрать еще в другую баночку, и это будет лучше, конечно же, потому что более свеженькая. К нам приезжал педиатр. Она посмотрела, как я кормлю, ну, все, прикладываю хорошо, Анютка грудь берет хорошо, но проблема такая, что почти в самом начале, даже в меньше минуты она сосет и отпускает, начинает орать, плакать именно так, что вот ей больно, ну, то есть вот прям больно ребенку. Это не то, что такое, типа, а, не хочу, что-то мне лень сосать грудь, там, туго или слишком сильный напор. Нет, это именно, ну, видно, что больно. И бедиатр сделал вывод, что, конечно, ну, дело в животе, что боль именно в живот, а не то, что там, типа, ей лень, например, сосать, потому что вот это переднее молоко, которое первое выходит, оно, типа, легко выходит, оно как вода практически. Вот, но это, конечно, не вода ни хера, поэтому мы и даем воду, и я думаю, что все равно вода, вот, давать все равно надо, но каждая мамочка делает по-своему, потому что не все дают воду, и это такое, знаете, тоже тема для споров. Ну, мы решили давать воду, и она знает, что такое вода, нет такого, знаете, что она, типа, напилась воды и не хочет грудь, например, нет такого абсолютно, она у нас все бутылочки берет, соски и грудь, все сосет, ну, в общем, рассказываю. Мы начали давать эспамезан, подключили обратно, также подключили биогайо обратно, и я могу сказать так, что первые, вот, когда мы все подключили, практически сразу вообще эспамезан практически сразу подействовал, я увидела улучшение, прямо очень хорошее, я прямо кайфанула, потому что, наконец-то, я опять ее спокойно кормлю, как, я не знаю, вот последний раз, вот реально офигенно, у нас не было никаких проблем с ГВ, это до первых колик, до, получается, у нее колики первые начались, в две недели и один день, вот первые две недели просто кайф вообще, даже несмотря на то, что из этих двух недель, где-то дней, не знаю, 8-9, ну, типа, неделю у меня болели соски, потому что там были трещины, все, ну, то есть, первое, первоначальное такое, скажем так, все равно это был такой кайф, потому что это было так легко и непринужденно, вот как, вот я лягу, и просто ребенок рядом присосался, и все, и можно хоть спать, реально, сейчас нет, сейчас вообще такого нет, я буду бороться до конца, я хочу, я очень, знаете, еще сейчас переживаю, что вдруг, не дай бог, там, на нервах я переживаю, у меня пропадет молоко, еще какая-то ерунда, ну, то есть, я понимаю, что ничего страшного, типа, ребенка кормить смесью, я уже, там, два месяца ребенка покормила грудью, это уже, в любом случае, хорошо, но, типа, блин, вообще не супер-пупер-вам, если говорить о том, что, ну, типа, в идеале, ну, полгодика точно покормить, ну, короче, у всех разные проблемы, я до сих пор в шоке, знаете, я думала, что проблемы с ГВ могут быть только одни, что, типа, ребенок неправильно захватывает, или что я думала? Короче, неважно, что я думала, я уже не могу ни о чем думать, у меня уже мозг просто взрывается, кипит, 100% нам сейчас стало лучше, то есть, у нее уже нету такой, как сказать, проблемы сильной, хотя вот на даче мы были, и она все равно пару раз плакала, то есть, я не знаю, почему, как так выходит, честно, вообще не понимаю, как так выходит, каждый раз мы приезжаем на дачу, и у нее обязательно какие-то ухудшения после дачи, я вообще не понимаю прикола, должно же быть, бляха-муха, наоборот, мы должны приехать на дачу, и ребенок просто выздоравливает чудным образом от всего, потому что там свежайший чистый воздух, все ее там органы питает вкусным классным кислородиком, а по итогу вообще какая-то фигня, мы приезжаем на дачу, у нее обязательно какие-то высыпания вылезают, вот пик вот этих ее прыщей, которые были акне новорожденных, он случился именно на дачу, потом они прошли, и мы вернулись в Москву, точнее, мы вернулись в Москву, все как рукой, как будто бы сняло, мы обратно поехали на дачу, у нее опять прыщи вылезли, прямо на том же самом месте, но не в таком количестве, и типа такие легкие в духе, но все равно, мы приехали на дачу, там опять она кричала, ей было больно, ну не каждый день, конечно, но вот все равно как-то ей там было не очень хорошо, как будто бы даже когда ее кормила, мы приехали в Москву, ей сильно лучше стало, вот даже, я не знаю, ночью я вообще хорошо кормлю, вот типа даже не знаю, сколько кормлений, типа 4 кормления в духе, это, я не знаю, начиная с, ну предположительно с часа ночи, до, я не знаю, 3-4 дня, грубо говоря, да даже, ну не знаю, часа-двух, ну в общем разделить там, сколько кормлю я, примерно 4, там, не знаю, кормления 3, вообще никаких проблем нет, я не знаю, что думать, я же в эти моменты не ем, и думать типа связано это с тем, что я ем, не связано, но вообще никаких проблем нет, то есть она спокойно ест, единственное, что для меня сейчас странно, у нас теперь новая какая-то фишка, я ее вообще не понимаю, она сейчас не орет так вот, что типа ей больно, кстати говоря, она не орет от боли, но что она делает, она ест, в какой-то момент она отпускает грудь, как будто бы она наелась, но все равно она какая-то тревожная, но при этом она не орет от боли, а просто как будто бы наелась, и не присасывается, то есть она может присосаться, она знает как надо, буквально глоточек делает, и опять отпускает, я не знаю, кто-то, наверное, скажет, что это отказ от груди, еще какая-то ерунда, хрен его знает, хрен его знает, я уже просто, уже все этапы просто с этими сиськами мы уже повидали, чего у нас только не было, и да, иногда почему-то какое-то ухудшение, мы подумали, что может быть дело в крови в молоке, но я не знаю, либо оно может догоняется, типа на какой-нибудь второй-третий день, ну я же капучино пью, хотя это получается не в чистом виде, я молоко употребляю, типа в кофе, но все равно, как бы понятно, что это тоже будет играть роль, и даже там, не знаю, какие-то мучные, не знаю, пирожные, не пирожные, хотя вроде такого не ем, но печеньки какие-то ем, хотя там, по-моему, молока даже нет, а если есть, то там не молоко, не будет ерунда какая-то, вот я пью капучино, сегодня пила, кормила ее, и нормально, она сегодня вообще не орала от боли, слава богу, да и вчера вроде особо не орала, короче, ночью она прям офигенно ест, прям спокойно, хорошо, днем бывают какие-то ситуации, вчера я начала сцеживать молоко, потому что я все пытаюсь разобраться, что же не так, в чем дело, я подумала, может оно у меня какое-то жирное, не знаю, мама сказала, что когда она меня кормила, маленькую, у нее было какое-то жирное молоко, и у меня типа проблемы со стулом были, запоры, и она сказала, чтобы я сцедила, и посмотрела на цвет молока, и я так поняла, молока у меня вообще немало, типа все с этим супер, классно, потому что я подумала, может она не наедается, потому что она отпускает, знаете, и плачет не от боли, а как будто бы, как будто бы что-то не так, но и как будто бы не больно, ну короче, вот странная ерунда, я подумала, может молока типа мало, может она вот смогла что-то пососать, и я не знаю, я не знаю, И понятно, что когда это видео выходит, наверное, вы в комментариях кучу всего написали, советов, и то, что у вас такое было, и вот в чем была проблема. Но я надеюсь, что когда это видео выйдет, у нас уже все будет супер-пупер. Включение такое экстренное. В общем, пришла посылочка. Я заказала Анютке набор для крещения. В любом случае, я это буду стирать, поэтому красоту придется нарушить. Большое оно, конечно, такое. Но это 62 размер было написано. Ну, понятно, что оно будет длиннее ей. Да. Кукурузка моя. На. Со стразами. Шикардос. Да, одеть будет не так уж легко через головешку. Вот такой вот чепчик к этому плачу. Ну, тоже написано 0,3 месяца. Нам 2. Да не, нормально будет. Когда я просто смотрю на какие-то большие вещи, думаю, блин, слишком велико нам будет. Потом вспоминаю, какой у меня уж длинный младенец. Где там твои ноги? Нормалек. Вышивка недорого стоила. А сам комплект дофига. Вот такой комплект стоил, офигеете, девчонки, 9,800. Зато какое большое, шикарное полотенце. Я ищу дату здесь им сказала сделать. 16.09.23. И вот здесь Анна. Вообще красота. Вот я понимаю. Улёть. Ребята, решила показать вам свою кожу без макияжа. Насколько она сейчас в плохом состоянии. И я вам так скажу, это не самое плохое состояние, которое у меня было с моей кожей за последний месяц. Было хуже, поверьте. Сейчас очень много следов от прыщей. Вот тут особенно на лбу. Типа вот прям жёстких воспалённых есть. Тут есть. Ну, короче, это прям 100% гормональная херня. Потому что, ну, типа, это не стафилокоп вот эта история, которая у меня была. Это не то, что я, знаете, съела там какую-то конфетку, молока попила. Ну, то есть это прям видно, что это гормональный трэш. Конечно, меня это немножко расстраивает. Я это записываю для того, чтобы потом, когда у меня будет хорошая кожа, посмотреть и подумать, фу, какой ужас. Какой ужас у меня было, как хорошо, что сейчас этого нет. Потому что так и будет когда-нибудь. Получается, сейчас два месяца после рождения. И такие пироги. Конечно, мне не хочется, знаете, каждый день там наносить макияж на такие прыщи. Каждый раз, когда я не выхожу на связь в интернет, там, блоги не снимаю, кружочки в телеграм не записываю. Ну, просто мне не хочется в таком виде показываться, знаете, вот так вот, что... Вот, ребята, смотрите. То есть показать свою кожу мне не стрёмно. Вот так вот, да, как сейчас я вам показала. Для того, чтобы показать, что у меня тоже есть проблемы с кожей. Там, не знаю, кого-то подбодрить, у кого тоже проблемы с кожей. И просто там для своей какой-то памяти. Но вот так вот выходить, типа, знаете, на постоянке, не знаю, в онлайн я, ну, не хочу, короче. Я лучше накрашусь. Не знаю. Или один день что-то не буду снимать, выставлять. По сути, мне вот тон нанести, уже прыщи замазать, уже как бы норм. Уже норму можно выходить в этот онлайн. Вот, например, вчера я так и сделала. Мы вчера ездили к педиатру, делали УЗИ головы ей, УЗИ животика повторно. Потому что, я рассказывала, у нас там были проблемы с тем, что я её кормлю, она плачет от боли. Вот, но могу сказать так, что сейчас этого прям сильно меньше. А вчера я бы вообще сказала, что у нас это, возможно, даже закончилось. Но вчера ночью опять была такая история. Но сегодня был дождь, и я думаю, что это были колики, которые, вот, типа, реакция на погоду. Вот, потому что она, я начала её кормить, она поплакала чуть-чуть, ну, типа, начала кричать, я её успокоила. Она закемарила, и я её спокойно покормила в полу-таком сонном состоянии. То есть, ну, не сказать, что это какая-то невыносимая, наверное, боль была. Может, она больше расстроилась, что-то такое. Потом у нас началась другая история. Я тоже в Телеграм рассказывала, как будто бы отказ от груди, потому что я тут начала сцеживаться. Но сцеживаться я начала почему? Потому что она сделала такую штуку. Я её кормлю, она чуть-чуть ест, ну, не знаю, пару минут. Потом отпускает грудь, не плачет, а такая, как будто бы, типа, там больше ничего нет в этой сессии. Я не буду, типа, что ты заставляешь мне делать? Короче, такое, знаете, как будто бы ленится дальше есть, и именно вот пахныкает там не из-за того, что ей больно, а именно то, что вот, короче, какая-то другая ерунда. Я подумала, блин, может, у меня молока больше там нет. Ну, мало ли что, я не знаю. Я начала сцеживаться и поняла, что всё, у меня там в порядке, молока много. Сцеживание давала я через бутылочку. Она офигенно брала бутылочку. Ничего её вообще не беспокоила. Через бутылочку мы пьём. У нас никакие животики не валят. Проблем вообще нет через бутылочку. Короче, странная хрень, потому что, знаете, я-то какой вывод сделала? Ну, мы с врачом тоже пришли к такому выводу, что пока она глотает всё от грудь, у неё там в животике запускаются процессы. Ну, как бы это у всех детишек от того, что они глотают, ну, короче, сосуд глотают. Начинаются всякие процессы там. И от этих процессов ей больно, потому что у неё ещё там всё не установилось в животе как надо. Этот же КТ вонючий, скорее бы уже всё встало как надо. Вот, а ей больно, потому что, видимо, спазмируется что-то. И работает ещё не так слаженно, налаженно, как должно. Ну, почему тогда через бутылочку ничего не болит? Типа, знаете, блин, это вообще ничего, мы всё преодолеем. Короче, я думала, что у неё начинается какой-то, типа, ложный отказ от груди, потому что есть такая тема у деток, бывает, что там как раз примерно в таком возрасте, там два месяца, может побольше, некоторые детки начинают, типа, отказываться от груди. Но у нас не эта история, я думаю, что, может, у нас эта история. Но, блин, я настолько уже заколебалась, если честно, заколебалась думать о всяких таких моментах, что у нас, всё ли у нас в порядке, это у нас отказ от груди, или это у нас ЖКТ, или это колика, или газики, или, я не знаю, чё, или, ну, короче, заколебалась об этом думать, потому что только я вроде как такая, так, понятно, у нас вот это. И с врачом мы приходим к выводу, что вот у нас вот это сейчас, у Анютки. Так, на следующий день у нас вообще другая история. Лучше реально не загоняться. Ну, в смысле, понятно, что есть моменты, на которые нужно обратить внимание, а есть моменты, которые просто вот, ну, типа, тупо жди. Ну, вот, скорее всего. Потому что я говорю, вот, каждый день что-то новенькое. И я вроде как только подумала, что так, всё понятно, у нас там колики, мы, ну, я морально настроена на этот этап, скажем так. Как у нас потом, например, это заканчивается, начинается какая-то история с ГВ, допустим, которой вообще не было, всё было хорошо. И это такие качели, что ты не успеваешь привыкнуть к одной, скажем так, сложности, да, которую нужно решать каждый день, помогать малышу самому тоже, да, как-то держать себя в руках, скажем так, чтобы сильно не нервничать. Ну, не знаю, более философски стараться к этому относиться. Так у нас что-то другое. Всё, мы преодолеем. Я не собираюсь завершать грудное вскармливание, потому что мы уже столько прошли разных этапов. Я не отступлюсь. Что-то у меня ухо закладывает сегодня, у меня уже когда ухо заложено. Я думала, что у неё какой-то ложный отказ от груди, но вот, получается, два дня она себя так вела, и я ей периодически давала бутылочку. Почему я давала? Потому что она чуть-чуть поест грудь. Ну, зря я так делала, на самом деле, но ничего страшного. Я пару дней так поделала. Она чуть-чуть грудь поест, потом носом воротит, как будто бы, вот я говорю, как будто бы там больше ничего нет. Либо она наелась. В общем, непонятно было. Надо было просто, ну, не хочешь больше есть? Ну, всё, значит, не едим больше. А я думаю, блин, мой маленький малыш не наедается. Пойду сцежусь. Я сцежилась, ну, знаете, ну, цедила в 100 миллилитров, например. Ребёнку даю, и она всё это съедает. И кайф ей вообще. И всё она хочет. Было бы ещё 100, она бы ещё 100 съела. Может, ещё и литр бы выпила молока. Ну, короче, это к тому, что... К тому, что всё нормально. В итоге я вот так вот давала бутылочку буквально, ну, дня два. Типа вообще всё норм. Не было такого, что она вдруг привыкла, и больше теперь грудь вообще не берёт. Нет, всё берёт, просто улыбила какая-то вот такая непонятная история. Чем в итоге всё закончилось? Вчера мы приехали домой. И только я подумала, что у нас, типа, например, ложный отказ от бурни, или ещё какая-то история. Только я приехала домой. Ну, мы вчера, у врача. Ну, её надо было покормить. Я ей предложила грудь. И она очень долго ела. Никаких вообще мыслей там, чтобы что-то отказываться. Вообще такого не было. Так что очень, конечно, всё это любопытно. Я сейчас крашусь, потому что мы сегодня будем снимать рекламный проект. Вчера, кстати, после педиатра мы поехали поесть стейков. Так классно было. Заходили в комнату мамы и ребёнка в Павелецкая плаза. Очень, конечно, там крутая эта комната. Хотела успеть там что-нибудь снять хотя бы для, не знаю, Телеграма. Но мы когда зашли, точнее, когда уже заходили, дверь нам открыли. Ну, там видеокамера есть перед входом. Видимо, смотрят там с коляской, не с коляской. Подошла ещё девушка с ребёнком, и мы так торопились, скорее-скорей. Но, короче, когда мы только туда зашли, Анютка так долго начала есть грудь, что я такая думаю, ну как, я не могу же ребёнка отцепить. Сидела, кормила ребёнка, радовалась, что она наконец-то хорошо долго ест, без всяких там носом крутить. И при этом сидела и переживала, что там какому-то малышу, возможно, в туалет надо. Ну, короче, такое, знаете. В итоге торопились-торопились, чтобы скорее-скорей-скорей подгузник поменять. А выходим, а там никого нет. Ну, видимо, они устали ждать. Но мы действительно там немало были. Ну, что я могу поделать? Наверное, в этом ТЦ есть не одна комната для моего ребёнка. Я начала использовать газоотводные трубки. Я была противницей этого. Почему? Потому что в первый раз, когда у Ани были колики, вот эти вот страшные, нам пришлось тоже воспользоваться этой газоотводной трубкой. И она и так орала из-за колики этой. Так ещё, когда мы подключили, скажем так, в действие ещё эту газоотводную трубку, она ещё больше начала орать. И у меня прям, знаете, отпечаталось, что это ещё больнее я сделала. И я думала, что всё, это прям трэш. Мы таким пользоваться не будем, только прям супер-крайний случай. И тут что-то я думаю, блин, надо попробовать. Ну, не просто так, знаете, с бухты-барахты попробовать. Ну, короче, что-то натужилось, не получалось у неё. Массажики что-то тоже нам не помогали. Ножки подгибали. Ну, короче, что-то не получалось. Я хотела помочь ей. Короче, мы два месяца так-то не пользовались ничем таким. И я думаю, ну, молодцы мы. Потому что я знаю, что бывают случаи, когда без газоотводной трубки вообще никак не обойдёшься. И, ну, с первых дней мамочки используют. И это ничего там неплохо, не в укор. Просто, ну, как бы, у всех истории разные. У всех детишки разные. У всех разные колики. Ну, короче, всё настолько индивидуально и по-разному. Я тоже видела комментарии. Типа, ничего себе. Вот так вот там, ну, кто-то написал. Посмотришь на материнство Карины, как у них всё легко и просто. Посмотришь на материнство Юлии, как, типа, много всего. Типа, не так уж это и легко вообще. На самом деле, вот, насколько я знаю, Карина тоже со мной делилась. И я у неё спрашивала. У них тоже были такие же проблемы с ложным отказом от груди, с тем, что малыш, ну, монтикорал во время кормления. Всё это тоже было. Это, ну, как бы, ничего такого, знаете, сверх того, что вот только у нас такое. Это у многих так. Просто это этапы. Кстати, ресниц у меня мало, но я записалась на 11-е число на новые ресницы, на снятие и новое наращивание. И к тому моменту, наверное, сцежу. Это уж молочка. Я решила не сцеживаться вот так вот на постоянке, но на какие-то случаи, типа, когда мне надо отлучиться, буду сцеживать. Вот, не вижу в этом ничего криминального. Потому что, знаете, такая ерунда сложная. Сложный такой организм, этот женский. Если постоянно больше сцеживаться, ну, типа, много сцеживаешься, больше приходит молока. Ну, как говорят, я не знаю, так ещё не успела понять, опробовать. То есть, больше приходит молока, но если ты постоянно сцеживаешься, в какой-то момент молоко перегорает и проходит, ну, уходит. Всё, у тебя больше нет молока, типа, заканчивается. Как это работает вообще? Матерительство – это очень интересно. А, так вот, газоотводные трубочки. Забыла рассказать, о чём мы там остановились. Так вот, оказалось, что это абсолютно не страшно. Абсолютно. И очень хороший инструмент. Знаете, что помогло мне больше решиться на то, чтобы начать ими пользоваться? Просто у нас и так как бы получалось, но не так легко и быстро, скажем так, как с газоотводкой. Помогло мне решиться на то, чтобы начать использовать газоотводные трубки, наверное, слова моей мамы. Потому что мама сказала, что мне в детстве всё то же самое делали. Ну, правда, не было таких газоотводных трубочек. Там они по-другому всё это делали. Использовали другие всякие штучки, дрючки. Но суть в том, что я подумала, блин, раз мне это делали и всё норм, да, то как бы чё вообще это мучает ребёнка, знаете, ждать, когда она там у неё получится, помогать какими-то долгими, не знаю, массажами, не массажами. Думаю, всё же уже давно придумали. Ну, опять же таки, не знаю, просто мне не хотелось лишний раз тревожить то самое место какими-то трубками. Блин, животик у меня ещё, конечно, такой. Моя подруга Надя связала вот такой вот классный пледик. Ещё второй. Первый на розовеньке нам дарила и спросила, надо ещё. Я говорю, давай, бежевый свяжи нам. Вот сейчас я сюда нютку несу, чтобы она там не лежала. Хотя ей там хорошо, у неё там мультики идут. Я так называю мобиль. Лежит с закрытыми глазами. Ну, наверное, ненадолго. Из-за того, что я периодически вот так вот стою, я теряю мысль. Но в чём я там остановилась? Ну, так вот, про газотводные трубки пользуемся. Решила, что буду их использовать как вспомогательные такие товарищи. Но не на постоянной основе, а когда реально, понятное дело, надо. Анютке уже два месяца. Так жду, когда уже вот пройдут вот эти вот... Я понимаю, что нет смысла, знаете, ждать, когда пройдут одни какие-то сложности. Типа с, там, не знаю, коликами, ЖКТ, вот это... Потом начнутся другие какие-то истории. Ясен фиг, но всё равно. Конечно, все эти штуки, дрюки выматывают. Особенно то, что у нас с грудью было. Ужасно выматывают. Очень это тяжело морально. Потому что, когда твой малыш плачет, когда ест, ему больно от глотков. И при этом ребёнок хочет есть. Ну, это реально тяжело. Вот. Ну, я, наверное, прям такой кремень. Не знаю. Просто вот внутри как-то это переживаю. Вот наружу, знаете, типа не плачу. Хотя вот даже вчера или позавчера я записывала влог. Начинала. Что-то рассказывала о том, что есть какая-то усталость. И так далее, и так далее. Мне полегчало после похода к врачу, если честно. И я была на грани вообще слезу упустить. Вот позавчера, наверное, я записывала с вами, болтала. Была реально на грани уже, что всё. Потому что, ну, просто морально устаёшь. Физически, да. Там спина, не спина. Кстати, надо массаж мне срочно. Мы же домой привезли с дачи этот для массажа кушетку. Это всё понятно. Но морально просто, ну, устаёшь. Истощаешься, так сказать. Мультики закончились. Сейчас буду качать тебя на качелях. Да? Да. Такая у тебя мама вылезти. По поводу каких-то высыпаний на груди. Они у меня то есть, то нет. Причём началось это всё в беременности. То есть раньше у меня вообще ничего такого не было. И ещё вот здесь прыщи, вот эти вот штуки. На шею даже заходящие. Это тоже у меня началось под конец беременности, уже перед родами. И вот как раз, когда я родила, я начала кормить. Вот это прям всё пошло-поехало. Причём я вот всё думаю, что после первых колик её, когда я всё расковыряла, я вам рассказывала, надавила. Я думала, что с того момента началась джага, вот эта вот с прыщами. Но я думаю, что это просто как бы помогло. А так процесс просто запустился. И всё. Я спокойно жду. Несмотря на то, что вот у меня столько прыщей. Я уверена на 100%, что это гормональное. Но хочу рассказать вам просто трэш-историю. Я рассказывала уже, что в беременность у меня вообще практически перестали расти волосы на теле. Ну, типа руки, ноги, подмышки, бикини тоже. И я такая, вау, да это же просто улёт. Потому что, знаете, я не то, что переживала, но думала, типа, блин, наверное, волосатая буду. Капец. Потому что я же ходила до этого на лазер. И у меня всё было супер гладко везде. И я очень этому радовалась, потому что я люблю, когда так. Это комфорт, гигиена, не знаю, кайф. Просто кайф. Не надо бриться, вот это вот всё. Тем более даже если побреешься, всё равно не факт, что там будет супер гладко, как вот, когда просто нет волос. Например, после лазера. Но я думаю, девчонки поняли о чём я. И в беременность у меня вообще практически не росли волосы. Я думаю, блин, какой же это класс, как же это клёво и здорово. И рассказывала тоже об этом у себя и, ну, на ютубе, и, может, ещё в телеграм. Короче, где только не рассказывала. И кто-то мне говорил то, что вот, это из-за каких-то гормонов вроде бы. Не помню, чё. Ну, в общем, суть в том, что, типа, когда родишь, ну, типа, начнут расти. Сейчас я думаю, за то, что я кормлю грудью. И пока я кормлю грудью, у меня так и будет продолжаться, потому что у меня вообще волосы не растут на теле. Ну, то есть ноги. Я не помню, когда я ноги брила. Ну, наверное, перед родами я уж ноги побрила. Хотя там, мне кажется, ничего не было, нечего было брить. То есть, может, даже и не брила. Ну, в общем, это я к тому, что у меня на ногах вообще волос нет. Просто вообще не растут. Ну, типа, где это видно? Ну, блин, я, знаете, грузинка с разными там корнями. Ну, знаете, всегда у меня были тёмные, чёрные, густые волосы. В принципе, везде, как и на голове. Вот. Руки вообще не растут. У меня на руках были чёрные волосы. То есть, даже если в руках побрить, хотя я знаю, что там, типа, руки не бреют, но я брила, мне пофиг. Потому что эпилятором охереешь. Ещё до того, как я на лазер начала ходить. Короче, я брила руки, и волосы у меня тут были чёрные ещё до того, как я начала брить. А сейчас вообще нету просто. Ну, я в шоке. И то же самое с бикини. Ну, типа, может, три какие-то волосины вылезут за месяца два, и всё. И для меня это, конечно, шок. Единственное место, где у меня активно росли волосы в беременности, это на животе. Ну, короче, вокруг пупка. Вот эта вот зона. Такие вот новости. Так что я, конечно, кайфую. Да, конечно, прыщи не кайф, но я уверена, что они пройдут попозже. Когда, может быть, у меня будет этот, уже зрелая лактация какая-нибудь. Ну, какие-то гормональные вот эти истории чуть подутихнут. Ну, то, что волосы не растут, это улёт. Потому что... Смеётся во сне. Уже, наверное, не смеётся. Лежала, улыбалась. И тогда она спит и прям хихикает. И я ни разу это не смогла записать, потому что это происходит, ну, неожиданно. И потом не повторяется сразу же, например. Короче, такое на чудо. Вот так вот сижу. Видите, как удобно. Вот такая вот я, мать, сижу, вот так вот её качаю. Она у меня тут лежит. У нас везде есть вот такие штуки, куда бы ребёнка положить. И это безумно удобно. Я очень рада, что волосы не растут. Потому что что в беременность, что в кормлении, да, кормишь нельзя делать лазерную эпиляцию. Я знаю, что бывает, когда кормишь грудью, начинаются всякие штуки, типа волосы выпадают. Я пока такого не заметила, слава богу, надеюсь, и не будет. Вот, потому что я не думаю, что они у меня стали гуще, знаете. Они просто у меня в длине выросли, потому что как были волосы, так и остались у меня. Ну, по густоте я имею в виду, чтобы я думала. Ну, как, знаете, бывает, девчонки говорят, вот, у меня в беременности такие густые классные волосы стали, а потом там выпадать начинают, например. Я не заметила такой истории, что у меня, например, густые волосы стали. Но понятное дело, что и свои просто, те, которые, допустим, если больше не выросли для густоты, то и те, которые были, могут начать выпадать. Просто потому что витамин, невитамин, всё это малыш тебя ест. Я надеюсь, что, конечно, такого не будет. Молока, ну, короче, белка, не волка, как это правильно называется, забыла, что-то из головы вылетело, потому что у меня мозг такой, голова немножко дырялась там. Думали, что, может быть, есть такая история, и что мне нужно перестать вообще какое-либо коровье молоко употреблять, там, ну, типа молоко пить, не знаю. Есть какие-то печеньки, выпечку, где может содержаться молоко. Вот, думали, что, может быть, есть такая история, но потом, проведя эксперимент, поняли, что нет, абсолютно это никакой роли не играет. Даже, ну, пью я там молоко, употребляю в пищу. Нет, всё равно нет никакой, короче, разницы, реакции. Мы вчера ещё сдали кал на анализы, посмотрим, что там будет. Там должно быть три разных анализа. Надеюсь, того, что мы собрали, хватит, чтобы провести три разных анализа. Единственное, что у Анютки сейчас есть какая-то аллергия, но это может быть абсолютно не связано с тем, что я ем, потому что педиатр сказала, приходили родители там с ребёнком, у которого жуткая аллергия, и при этом мама, например, сидела на строжайшей вообще диете, ничего вообще не ела, худая, как палка приходила, а у ребёнка всё равно была аллергия. Я не сижу на диете, единственное, что вот у нас тоже есть такая аллергия, не очень, конечно, это здорово. Хочется уже скорее, чтобы у Анютки была хорошая чистая кожа, потому что у нас то прыщи, то корки, то вот эта аллергия. Я, может, покажу, если получится, как это выглядит. Просто сухая кожа по всему телу, а на ногах сейчас мы просто начали мазать крем, но мы его мажем не полностью на всё тело, а сначала вверх, чтобы посмотреть реакцию, потом вниз. Вот сегодня, вчера мы на ночь намазали тоже вверх, с лицом вместе смешиваем с другим кремом, чтобы в маленьком количестве было. Назначил педиатр, всё ок, и я уже увидела, что есть улучшения. По сравнению с тем, какие ноги, потому что на ногах прям видно красные участки, знаете, вот такие вот разные. Хочется скорее уже, чтобы у малыша всё было хорошо, и я спросила у педиатра, беспокоит ли нашу дочь это, она сказала, что да, потому что, скорее всего, вот эта история, она уже и зуд, и не зуд. Вот, потому что я из-за этого очень волновалась ещё, когда были прыщи. Вот, но не сказать, что типа трэш. Ну вот, я вам показываю, видите, в принципе, ну вот так вот ничего и не скажешь. Всё хорошо, нету там какого-то выраженного чего-то, чтобы сильно там сойти с ума. Вот, ну на лице получше история всё-таки. И вот на теле, где мы намазали, тоже просто кожа сухая. А на ногах сейчас, ну и на руках, в принципе, есть вот такие вот участки красные. Ну они не сильно красные, но видно, что там прям шершавое такое. Возвчера уже было два месяца после родов. У меня все запреты сняты, я могу заниматься спортом, как я вам говорила. И буду ли я заниматься спортом, спросите вы. Не знаю, наверное, вряд ли я буду ходить в спортзал, по крайней мере, в ближайшее время точно не планирую. Единственное, что я мечтаю, ходить в бассейн. Ну, может, попозже, попозже. По сути, что стоит на часик отойти, вообще ерунда. В это время там и Слава может посидеть с Анюткой, и мама моя прийти, и мама Слава. Ну, то есть это вообще на самом деле найти время спокойно можно. Но как минимум, знаете, хотя бы, может быть, дома начать делать какие-то упражнения, типа пресс качать. Я, конечно, это жутко не люблю, потому что я в этом плане лентяйка просто самое главное. Но живот мой, который сейчас у меня, конечно, он меня раздражает. Я понимаю, что после родов прошло всего два месяца, но, блин, лицо похудело, руки похудели. Здесь вот этого жира сильного какого-то там нет, да, который бы меня бесил и раздражал. Хотя на меня сейчас такой лифт, который я что-то тупанула и заказала XS-S. Вот, но мне, конечно, лучше М-ку сейчас носить. Но нормально, он как будто бы подрастянулся, нет ощущения, что давит что-то, тянет. Не, вообще отличный. Вот этот бренд, белье, которое Белле Ю, я просто обожаю их топы, они прям офигенные. Я в итоге перестала пользоваться, точнее, носить бюстгалтеры для кормления, потому что они такие беспонтовые. Ну, не, не беспонтовые, на самом деле удобно. Таких прикольно. Они под одеждой хорошо смотрятся, и держат все хорошо, и как будто бы, да, типа быстрее отцепить, вот так вот сиську оголить и все. А я обычно вот так вот снимаю, прям полностью с руки, потому что поднять, например, здесь, я так тоже делала, поднял, одно освободил, но не очень как будто удобно для второй тогда, в этот момент. Ну, в общем, целая система. Так что я говорила, что вот вроде как я уже такая худенькая, зеркало на себя смотрю, блин, это худенькое, но живот все равно есть. Помню, как кто-то спрашивал, типа, не будет ли нас бесить, если будут нашу дочку называть нютой, там еще как-то, ну, потому что, знаете, есть такое, бывает, называешь ребенка, ну, даешь ему имя, а потом, не знаю, все начинают как-то по-другому называть. Вот расскажу честно, не знаю, Ангелины, простите, если там обижу, не хотел обидеть, просто это чисто на мой вкус. Мне очень нравится имя Ангелина, и мы со Славой выбирали между Ангелиной, Анной, ну, даже не то, чтобы у нас был большой выбор, просто изначально мы, не прямо изначально-изначально, но ближе уже к роду, мы думали все-таки назвать Ангелиной. Ну, где-то в середине беременности. Мы думали Ангелина, но мне прям капец, как не нравится, вот как сокращенно могут назвать геля. Ну, прям не нравится, и все. Это так здорово, я так счастлива, потому что для меня это была такая большая проблема с именем, потому что у меня нет любимых имен. То, что мы назвали ее Анной, это просто, я не знаю, это как, да, красивое имя, давай так назовем. То есть мы посмотрели, чтобы сочеталось красиво, Анна Вячеславовна, все, красиво. Посмотрели там, ну, не святки, но просто посмотрели, что хорошо, девочка Рак, Анна, типа, все классно, потому что имя же, оно тоже, как корабль назовешь, так и поплывет, потому что не просто от балды надо назвать, и все. То есть это тоже целая наука. Просмотрели, короче, по всем параметрам, хорошо, имя красивое, такое величественное, и как я и хотела, что есть Анна, если вот по деловому обратиться, есть такое, как, не знаю, для жизни разговорный, там, Аня, подойди сюда, Аня, пошли, и есть всякие куча разных классных уменьшительно-ласкательных, Анютка, Анечка, вот, и кто-то там, не знаю, Нютой называет, это тоже, в принципе, норм вариант, потому что у нас в семье вообще любят Манюней называть. Я вообще ее, бывает, Манюткой называю, типа, Анютка, только Манютка. Ну, короче, это нормальная такая тема, как только не называем, но мое самое ревимое, как оказалось, это Анютка. Иногда вообще Кочерыжкой называю. Коченочек мой. Как хорошо с мамой сидеть. Ужасно, весь эта штука заложена. Короче, сегодня у нас на плане снять кучу рекламы. На работу находить время довольно-таки сложно, если честно. И все потому, что я стараюсь еще дома соблюдать чистоту и порядок, и я каждый день думаю о том, чтобы, во-первых, написать в клининговую компанию, а во-вторых, я не знаю, где и как, но тоже надо решить этот вопрос. Я хочу, чтобы к нам приходила каждую неделю, там, не знаю, женщина, и убиралась. Да, я пришла к этому моменту, и все никак не могу этим заняться. А все потому, что в какой-то момент я вижу, что у нас как-то, типа, стало грязно, я начинаю сама убираться. Устаю, конечно, но, типа, вместо того, чтобы отдыхать в это время, да, свободно, так скажем, так, я убираюсь. И когда я уже убралась, я думаю, ну и зачем нам клининг? Там, зачем нам уборщица? У нас же все чисто. Каждый раз думаю, так, все, хватит. Я специально полы сейчас, например, не мою. Ну, то есть, понятно, что мою периодически, но не так часто, как, например, могла бы, чтобы я видела, что надо помыть полы. И это мне как бы напоминало, что займись уже этим вопросом. Хватит, делегируй. Короче, такая вот ситуация она. И очень тяжело находить время на работу, потому что, во-первых, лень в какой-то степени. Думаю, блин, так хорошо просто лежать, заниматься своими делами. Ну, не лежать, конечно, нифига не лежать. Просто, типа, так хорошо заниматься своими делами. Типа, вот, занимаешься ребёнком, параллельно снимаешь влог, всё, типа, классно, клёво. Вот, а чтобы снять какие-то рекламные интеграции, если же нужно красивую локацию подгадать, там, я не знаю, освещение хорошо сделать, что-то по сценарию где-то, может быть, сказать, не забыть там какие-то моменты, всё это смонтировать. Хотелось бы, конечно, пойти в ресторанчик рядом с домом. Ну, может быть, мы на ужин сходим, не знаю, хотя уже, типа, время ужина. Но мы поздно встали, поэтому у нас будет обед, и надо что-то придумать, заказать, поесть, и тогда можно будет... Чё сделать? Надо поработать, опять же таки. И на выходных тоже, пожалуй, буду заниматься этими вопросами. Даже на монтаж не могу находить время, я всё ещё пока не отдала на монтаж видео. Вот, я жду, когда начнут выходить уже влоги с родов, ну, и после родов, всё ещё они не вышли. И до этого момента я сама всё монтирую, когда я нахожу на это время. Ну, Карапунтик! Карапунтик! Как же она любит люстры! Думаю, на её день рождения подарим ей люстру. Она у меня тут уже спала, я не знаю, сколько. Нам уже пора идти купаться! Всем привет в этом чатике! Я простыла, надеюсь, что просто это какая-то ерунда. И завтра, послезавтра мне уже будет лучше, потому что 16-го у нас крещение, ещё моя мама, которая крёстная, тоже сейчас болеет. Ну, короче, это трэш полнейший. Я из-за этого волнуюсь. Слава на даче уже дня 4. Я одна с ребёнком, хотя вчера я ходила на реснички, но новое наращивание, и Слава приезжал для того, чтобы посидеть с ребёнком, представляете? И обратно уехала, потому что... Короче, там его на даче подставили, всякие рабочие. Ему пришлось, короче, других искать, потому что процесс уже запущен. Ну, в общем, как обычно, стройка, это дело такое. Плюс ещё ретроградный Меркурий. Не хочу долго с вами общаться вот в таком виде, потому что видок у меня так себе. Сейчас пойду купать младенца, и уже в следующем влоге, я думаю, следующий влог у нас уже будет с дня крещения, поделюсь с вами какими-то новостями, подробностями, расскажу попозже, как у нас дела с ГВ, расскажу, какие пришли анализы, то, что вот мы сдавали Кал, Анюткин. Вообще, короче, расскажу такие штуки-дрюки, потому что не хочу в таком виде долго болтать, но при этом хочу закончить этот влог, потому что я как раз его сейчас монтирую. Просто хочу сказать, что у меня першило горло, появилась некая небольшая, но слабость, такое уставшее состояние, можно так сказать, и я дома хожу в маске. Когда я не рядом с Анюткой, я, конечно, снимаю маску, но в основном, когда ношу её на руках, кормлю, я в маске. Хотя при этом мы спим на одной кровати, на разных концах, так сказать, и я сплю, понятно, без маски. Ну, короче, не знаю. Понятно, что через молоко она получает от детела, если я сейчас чем-то таким болею. Но я честно надеюсь, что просто у меня, ну, типа, в горле что-то, там, не знаю, холодного выпило, а горло у меня там покраснело, першит, и на фоне вот этого неприятного ощущения, ну, короче, на фоне вот этого раздражения, так сказать, у меня небольшая слабость общая, ну, что-то такое, знаете, типа ничего серьёзного, я очень на это надеюсь. В целом всё нормально, я сегодня даже ходила с ребёнком, с собакой, с коробкой, с мусором, за кофе, вот. Так что я мать-героиня, можно сказать. Да не, конечно, я не говорю, что я там мать-героиня. Я понимаю, что бывают там женщины, да, которым, ну, сложнее намного, ну, типа, я просто, по сути, ну, да, типа, простыла, мы уже 4 дня, можно сказать, дома, нет, одна с ребёнком, у которого тоже бывает не всё гладко, с собакой, которая вчера настала у меня под стол. А, нет, всё нормально. При всём этом, кстати, хочу сказать, что никакой депрессии у меня нет, слава богу, то есть у меня даже состояние морально почему-то лучше, чем вот в этом влоге, я вам рассказывала, был вот денёк, когда я чуть даже слезу не пустила. Всё у нас в целом хорошо, осталось только точно не болеть, и будет супер. Мне пришло платье для крещения, тоже покажу уже в следующем влоге, пришло мятое, как из задницы, поэтому мне нужно его отпарить. Я тут всякие стирки провожу. Ну, короче, в целом всё норм. Стараюсь больше отдыхать, но, как всегда, не получается, потому что мне тупо лежать отдыхать скучно. Но я заставляю себя, включаю интересное интервью, и вроде как удается задержаться в кровати чуть дольше обычного. Сейчас 9 часов вечера, обычно я купаю её в 8, хотя я в каких-то влогах вам говорила, что позже мы купаем, но начали раньше купать, и ничего хорошего. Лучше купать её не то, что прям ночью, но типа попозже, в духе в 9 лучше купать. Ей это больше заходит, и больше шанс того, что после купания я её покормлю, и она хорошо уснёт. Я заметила такую тему. Потому что когда я рано искупаю, ну как рано, в 8, ну, короче, не то. Она как будто больше ерепенится. В общем, надо ещё подгадать время, когда купает ребёнка. Плюс у нас всякие бывают туалетные дела, и лучше сначала их провести, скажем так, потом уже со спокойным животиком, со спокойным состоянием уснуть после ванны и кормления. Так что нужно находить разгадку к младенцу. В общем, ладно, спасибо, что смотрели этот влог. Я думаю, это последний влог, который я монтирую сама. Надеюсь, что в следующий влог я уже набралась мужества и передала монтажёру, потому что всё никак не могу передать, потому что думаю, ну, ладно, сейчас всё-всё, последний смонтирую, последний смонтирую. Вот. Но я уверена, что я на верном пути, и всё, мне осталось сделать один маленький шаг. Послезавтра к нам приходит клинер домой на знакомство, пробную уборку, потому что я решила для себя, что хочу, чтобы раз в неделю к нам приходили, убирали, чтобы я на это не тратила свою жизнь, своё драгоценнейшее время. Хочу отдавать видео на монтаж. Вот. Еду и так я сейчас не готовлю, заказываем, ходим в рестораны. Ещё к нам будут домой приезжать, делать мне массаж, и вообще жизнь удалась. Так что, девчонки, планы у меня грандиозные. В следующем влоге также расскажу вам по поводу того, что у нас там решилось с уборкой, потому что, ну, сначала нам нужно познакомиться с девушкой, которая будет к нам приходить. Обратилась к ней по рекомендации. Посмотрим, как получится, что. Вот. Надеюсь, что, как сказать, сработаемся. Так что, уже не терпится войти в эту новую жизнь, в которой я не раб всяких своих дел, а в которой я ещё больше нахожу время снимать что-то интересненькое, больше проводить время с мужем, с ребёнком, с собакой, в конце концов, которая тоже нуждается во внимании. Я разрываюсь просто для того, чтобы уделить всем внимание, и мне самой хочется уделять всем внимание, вот, но при этом разрываться тоже не хочется, поэтому уже не терпится начать, скажем так, новую жизнь, и мне почему-то кажется, что она будет такой кайфовой. Уж это неизбежно, посудомойку загружаю, всё равно, как бы, это элементарные вещи, положить всё на свои места, но не хожу, пыль не протираю, полы не мою, думаю, да ну нахер, просто тупо не хочу, точнее, хочу, и схожу с ума от того, что хочу, но говорю себе, хочешь убраться, вот сейчас хочешь пойти взять тряпку, пойди, просто ляг, включи, там, не знаю, интервью, просто полежи, в общем, ладно, спасибо, что смотрели этот влог, я надеюсь, что он вам понравился, конечно, он получился такой, типа, в основном болтовня, извините меня за это, но я надеюсь, что это была интересная болтовня, возможно, мы поставили этот влог на фон, вот такая вот у меня Анюточка, здесь я вот такое выстроила, чтобы робот-присос сюда не залезал, потому что он начнёт тут крутиться на одном месте, мы прониклись вот этой люлечкой, качалочкой, сначала мы ей не прониклись, теперь мы очень ей прониклись, правда, Данютка скоро из неё вырастет, потому что вот её ноги, вот её головешка, и тут совсем чуть-чуть есть пирожончик, так что вот всё, мы пошли, наверное, окупаться, вон там лежит платье, и спасибо, что смотрели, всех люблю, целую, внимаю, будьте счастливы, здоровы, не болейте, и всем пока!